Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Дорогой Владыка Антоний, представители руководства области, Виктор Францевич, дорогие отцы, братья и сестры, я рад сегодня совершившейся Пожестной Литургии, нашей совместной молитве, празднику Воскресного дня и Вознесения Господня, который мы переживаем и который дает нам особую силу и опору в жизни наших. Ежа нас исполнив смотрение. Сын Божий, Сын Человеческий пришел на землю и исполнил все смотрение о человеческом роде. То, что нужно было, как спасение и всего человечества, и каждого из нас, Он исполнил. Исполнил через неимоверные труды, через уничижения, страдания на кресте, смерть, воскресение, вознесение на небо, неспослание Духа Святаго. И я же на земле соединил небесным. После греха первых людей они лишились рая, они лишились возможности общаться с Богом. И дальнейшая жизнь людей говорила о том, что они даже недостойны были земли, и по смерти, и грешники, и праведники сходили во ад. И вот Господь через вознесение, плоть человеческую, которую Он принял во всей полноте, и как человек Он переживал и холод, и зной, и недостаток пищи, и жажду, и страдания плоти. И вот эта плоть по воскресеньям, иная плоть, но плоть человеческая, была вознесена от земли на небо. И таким образом, я же на земле, Христос соединяясь с небесным. И вместе с тем, люди, которые были недостойны из земли, они имеют возможность теперь ходить в Царство Небесное, в обители Отца Небесного, там, где нет ни болезни, ни печали, ни воздыхания. О, великая любовь Божья! Милосердие, сострадание ко всему человеческому роду! Все это побуждает нас сугубо благодарить Бога и быть, пребывать в любви и благодарности к Нему. Господь совершил Своё дело на земле. Он открыл врата ада и выпустил оттуда все праведные души. И более того, затворил вход в ад. И от силы туда может входить только тот, кто сам того очень сильно пожелает, вопреки воле Божественной. И вместе с тем, праздник, мы воскресаем. Возьмите врата, князи ваши, возьмите врата вечные, потому что не нужны теперь врата при входе в небесные обители. Они открыты, и всех Господь туда призывает. Дорогой Владыка, вы приступаете к служению здесь, на Гродницкой земле, в эти дни, которые продолжают праздник Пасхи, соединены с Вознесением Господним и дают нам такие глубокие и вместе с тем обязывающие размышления. Желаем вам всесильной помощи в этом служении. Промыслительно вы продолжите свой путь здесь, на Гродницкой земле. И об этом есть многие свидетельства, о которых сейчас, наверное, не время говорить. Несомненно, что надо продолжить все доброе, что было здесь утверждено и получило развитие при Владыке Артемии, который 25 лет трудился здесь, на Гродницкой земле. И об этом говорилось и на заседании Синуда Белорусской Православной Церкви. Вы, как ученик, затем ипотиакон, личный секретарь, самый близкий человек, один из близких людей, Владыки Филарету, который также был управляющим Гродницкой епархией, принимаете сейчас на себя служение. Сознаем, как вам непросто расставаться со Слудской и Савигорской землей, которые вы полюбили всем сердцем и много сил отдавали там. Но сейчас Господь определил через решение Синода и в этом воля Божия продолжать ваше служение здесь, на этой Церкви, церковь земле. Желаем вам всесильной помощи Божьей, нескудивающей. Желаем, чтобы все то доброе, что вы имеете в себе, оно примножалось по милости Божьей. Желаем, чтобы и Владыка Артемий, Он чувствовал себя здесь по заботе, по любви. И чтобы все у нас здесь было мирно, полгодно, в любви Божественной. Вам же, дорогие отцы, братья и сестры, хочется пожелать одного, опираясь на слова Кандака сегодняшнего праздника, чтобы пребывать в воле Божьей, искать единого, что угодно, Богу, на первое место поставить это. Все остальное, несомненно, приложится. Приложится с избытком служения Богу, Его святая воля. Желание Ему угодить прежде всего. Дорогой Владыка, Вам благословение. И в памяти сегодняшней службы хочется преподнести сей образ иконы Божьей Матери, именуемой Адигитрия, путеводительница, Матерь Божья, добудет на Вашем пастырском пути здесь, на Гродненской земле. И святая Богородица, помогай нам. Виктор Францевич, пожалуйста, от областной исполнительной власти. Ваше Высокое Преосвященство Владыка Вениамин, Ваше Преосвященство Владыка Антоний, уважаемые священнослужители, прихожане, сегодня для города Гродно и Гродненской области необычный день. Назначен новый руководитель Гродненской епархии, Белорусской Православной Церкви. Этот день запомнится для нас. Уверен, что с приходом нового руководителя те традиции, которые были заложены в Гродненской епархии, Белорусской Православной Церкви, будут продолжены и появятся новые. Те начинания и та работа, которую Вы, уважаемые священнослужители, проводили с молодым поколением белорусов, со всеми нами, будут продолжены. Хочу сказать, что в самые тяжелые времена мы всегда обращались к Белорусской Православной Церкви, к Богу, для того, чтобы преодолеть те напасти, которые преследуют нас. Имея тысячелетний опыт, Белорусская Православная Церковь сегодня является объединяющим фактором для всего белорусского общества. те слова единения, о которых мы часто говорим, происходят здесь. И тысячелетняя история Православия показывает, как нужно и можно жить в мире и согласии с другими народами, с другими конфессиями. мы черпаем силы из Белорусского Православия. Я хочу сказать, что светские власти Гродненской области и дальше по мере своих сил и возможностей будут поддерживать Белорусскую Православную Церковь, способствовать развитию православия в городе Гродно и Гродненской области. Уважаемый владыка Антоний, от имени Гродненского областного исполнительного комитета от себя лично я хочу поздравить вас с назначением. Это тяжелый труд, тяжелое служение, поэтому пожелаю вам Божьей милости в вашем служении. Уважаемые присутствующие, вам также хочу пожелать душевного равновесия, мира и благополучия. И пусть Господь Бог хранит вас и наше Отечество, Республику Беларусь. Спасибо, не сохрани нам новое. Спасибо, Виктор Францевич. Владыка Антоний, приступая к вашему служению здесь, на Гродненской земле, пожалуйста, скажите свое первое пастырское слово. Сложно говорить такой ответственный момент, хочется наверное какую-то произнести речь такую официальную, но буду говорить от сердца. Ваше высокопреосвященство, дорогой владыка митрополит, патриарш экзакция Беларуси, наш господин и отец, досточтимые представители областной и городской власти, всечестные отцы, дорогие братья и сестры. Я получил вот такое известие и благословение от Синода нашей Церкви, Синода Русской Православной Церкви и Святейшего Патриарха Кирилла о том, что мне предстоит служить в городе Гродно и Гродненской Епархии. Что может ответить на это монах? У нас есть такая особая формулировка. Когда у монаха что-то спрашивают, он отвечает «Принимаю, благодарю и ничего не могу сказать против». С особым темпетом конечно я приехал сегодня в этот город, в котором я часто бывал, но как гость. Посещал этот собор и другие храмы и всегда восхищался этим городом, священнослужителями, людьми, которые здесь трудятся. А сегодня я обращаюсь к вам как своим родным братьям и сестрам. Когда-то у ладыки Филарета спросили «Владыка, где ваша родина? Вы же москвич, родились в Москве, ваши исторические корни на Ярославской земле». Ладыке было тогда уже 80 лет. И он ответил очень кратко «Родина там, где ты служишь». Вот теперь духовная родина для меня город Гродно. И по-человечески я переживаю, потому что родиной была Слузка-Солигорск, где я служил. И там моя паства, и священники, и люди. Но так устроена церковь, которой управляет Дух Святой. Христос. Он управляет церковью. Мы все его послушники. Мы идем туда, куда он нас позовет. Мы идем за ним. И мы не спрашиваем почему, зачем, для чего. И даже тогда, когда ты засыпаешь епископом Слузским и Сарьборским, а на следующее утро просыпаешься уже Гродненским, ты просто говоришь Господи благослови. Дорогой владыка митрополит, я выражаю вам свою судовнюю любовь и послушание как предстоятелю Белорусской Церкви. Выражаю свое послушание нашему Синоду и Святейшему Патриарху. Я принимаю это благословение и буду служить там, где определила мне Мать Церковь. Конечно, мы все переживаем. Владыка Филарет, который тоже был несколько лет управляющим Гродненской епархией, когда кто-то переживал, говорит, не переживай, потому что всех ты не переживешь. И нам не нужно переживать, потому что у нас одно дело, дорогие отцы, братья и сестры, мы служим Христу. В этот день я, конечно, хотел бы выразить сердечную благодарность всем архипастерям, которые трудились на этой благословенной, древней, самобытной Гродненской земле. Особую благодарность я выражаю Владыке, архиепископу Артемию, который долгие-долгие годы здесь трудился. Очень много было сделано для православной церкви. Масса приходов открыта, столько священников образованных рукоположено. Мы сделаем все возможное, чтобы Владыку Артемию поддержать, потому что мы его любим и мы признательны ему за все его труды. Это наш долг. Я сердечно приветствую вас, дорогие отцы, священнослужители Гродненской епархии. Вы мои ближайшие помощники. Я думаю, что мы вместе будем и дальше трудиться, с помощью Божьей. Я знаю о том, сколько вы делаете для Церкви Божьей, сколько трудов вы полагаете для того, чтобы наши верующие чувствовали себя в Церкви как дома. Пусть Господь благословляет вас, вашей семьи и хранит вас в добром здравии. я сердечно приветствую всех вас, дорогие братья и сестры. Вы знаете, у нас есть и святыни, и храмы, и древние, и современные, и величественные соборы, но все это строится для человека. Все это мы создаем для того, чтобы здесь произошла встреча человека и Бога. Поэтому в центре церковного служения Бог и человек. Я буду служить вам, буду любить вас, мое сердце будет всегда открыто для вас, дорогие. Потому что все, что получается у священников сделать, это все исключительно только по вашим молитвам. Это самое большое достояние, которое есть у нас и у церкви, это наш верующий православный народ. Это вы, дорогие братья и сестры, поэтому перед вами я ощущаю особую ответственность. Я сделаю все для того, чтобы мы жили в мире согласия и любви. Иначе мы не ученики Христовы. Правда? Почему нас узнают? Потому что мы имеем любовь между собою. Но ведь мы такие разные. Ведь мы друг на друга не похожи. У каждого свой характер. Но когда мы приходим в храм, все наши взгляды, все наши печали и радости, они должны забыться, потому что здесь мы говорим слова о том, что время останавливается, и в церкви происходит диалог между Богом и человеком. Как этот диалог называется? Это молитва. я прошу всех вас, дорогие отцы, братья и сестры, помолиться за меня. Я не скажу, что будет просто, но будет интересно. Мы продолжим все то доброе начинание, которое складывалось здесь при Гродненских архиереях, то, что Владыка Артемий здесь начинал, развивал, и мы это приумножим. Низкий всем вам поклон, дорогие. Спасибо, что вы сегодня пришли помолиться вместе с нами, воздохнуть о нашей стране, о наших семьях, о друг друге. Я всех вас приветствую и спрашиваю ваших молитв. Хочется сказать Христос Воскресе, это правда Вознесение. Христос Вознесеся. И Владыка так, ну, еще очень непривычно воспринимать Гродненский, Волковыцкий епископ. Смотрю через окно алтаря, и кажется, Слуцк, Солигорск, где ты? Там деревья, я уже в Гродно. И вот я хотел войти в этот собор, дорогой Владыка, с иконой и мощами Святой Праведной Софии, княгиней Слуцкой, которая трудилась в городе Слуцке, в благословенном Граде, женщина, которая тоже хранила мир, делала очень много добрых дел, прожила небольшую жизнь, ей было всего лишь 26 лет, когда она скончалась. Но она очень много сделала для людей, для церкви. Святая Праведная Матерь Наша София Слуцкой. И вот разрешите, Владыка, в этот древний кафедральный собор преподнести эту икону с частицей мощей, чтобы Святая София, как мама, всех нас обняла, благословила и молилась за нас как Господу. Святая Праведная Матерь Наша София, моли Бога у нас. Спасибо. Вам, Владыка, разрешите вручить икону Христа Спасителя с такими словами евангельскими заповедь новую даю вам. Да любите друг друга, якоже возлюбил вас, да вы любите себе. Божьей помощи вам, дорогой Владыка, в управлении Белорусской Православной Церковью. Мы в вашем послушании, ваши молитвенники и дай Бог, чтобы Господь благословлял все ваши благие начинания. Вот говоришь и не можешь остановиться. Знаете, как литургию отслужили, вот причастились с отцами и уже правда чувствуешь себя как дома. Наверное, вот такая у нас специфика наших храмов православных. Где бы они ни находились, когда мы в них заходим, мы говорим «Я дома, я с Господом». Спасибо Господи, дорогие. С воскреса днем, храни всех Господь. И еще, дорогие отцы, братья и сестры, Владыка, хотел бы всем вам вручить вот такие фотографии Владыки Филарета. Сейчас, конечно, всем интересно, какая будет программа, что там за повестка. Повестка одна, проповедь Евангелия Христова и продолжение дел, которые совершал наш бесспорный авторитет для каждого из нас, Владыка, митрополит, Филарет. Вот он так всех правой рукой благословляет. Я хотел бы вам в память оставить вот эти изображения, чтобы вы молились о Владыке Старце, потому что это действительно святой жизни человек, который всегда призывал к миру, к любви, согласию, пусть его молитвами Господь всех нас укрепляет. Вечная память Владыке Филарету. Ну и его вот здесь написано с 1989 по 1992 год был митрополитом Минским и Гродницким патриаршным замком Сеябина Руссия. Спасибо Господи. Спасибо. Отец проходяга. Великому господину и отцу нашему Кириллу, святейшему патриарху московскому и все России и господину нашему высокопреосвященнейшему артемию и господину и господину нашему преосвященнейшему антонию и пескопу Гроднинскому и волковыскому с богохранимой их паствою богохранимей стране нашей властям Боинствуя народы и я, всему освященному собору, отцу-настоятелю, братьям и прихожанам, жертву василем, благоукрасителем святого храма сего, всем зепрестоящим, поющим и молящимся, и всем почтившим праздник сей, подождь, Господи, благоденственное и мирное житие, здравие же и спасение, и во всем благое поспешение, и сохрани их на многое лето. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok